добрый добрый день друзья сейчас уже третий час и я сегодня воды им не давал корм конечно я не могу у них убрать а вот воды могу не давать это легко потому что бы я лью им кормушку зачем я это делал у меня уже но я думаю не думаю уверен у вас тоже уже конец октября месяца а то подумай что-то у меня и все тот человек который мне обещал ну не обещал говорил что типа после 15 позвоню мне нужна семья два кабанчика то есть две свинки кабанчик от разных родителей вот я и не покастрировал всех и уже короче мне мне надоело ждать кто купит там кабанчика на племя пусть если если вдруг кому-то понадобится строить семью то пусть у меня берут свинок а где-то берут кабанов короче вот так я уже не могу ждать я сейчас выпущу поросят вот сюда вот так ну как бы вот в этот отсек тут по выгребал тоже у них почистил и тут выпущу их сюда начну вылавливать ну как вылавливать запускать те которые свинки и кастрированные кабанчики туда а которые не кастрированные буду кастрировать потому что уже некуда ждать это знаете так сказать последняя манипуляция с поросятами а дальше только уже от корм и выращивание это катается свинюшка что мне нужно для кастрации в возрасте ну два два с половиной даже до трех месяцев я никаких лиготур не накладывают то есть делаю кастрацию открытым способом разрезаю семенной вот этот мешочек в котором находится семенник и удаляю ранку не закрываю не накладывая никакие швы и просто засыпаю пудрой с ядоформом и все отпускаю сейчас погода отличная муха но они чуть-чуть есть но они такие уже чумные поэтому как бы я не переживаю вот как вы видите только-только у них по вычищал там по вычищал здесь по вычищал я много раз говорил каким у меня была раньше как бы ручка от скальпеля и я покупал одноразовое лезвие но последнее время у меня эти ручки есть они нержавеющие лежат так как бы никуда они не денутся но я сейчас ними не пользуюсь потому что купить одноразовый скальпель в обычной аптеке проще чем найти лезвие на многоразовую ручку в вет аптеке и и что еще хочу сказать последний раз когда я брал ну как бы вот эти лезвия на скальпель то они стоили ровно столько же сколько стоит одноразовый скальпель в этой аптеке в обычной аптеке поэтому уже наверное несколько лет я пользуюсь вот такими одноразовыми скальпелями мне одного скальпеля хватает если сразу ну одновременно кастрировать много поросят то одного хватает на 20 штук это точно они тут лезвия бывают разные бывают игла бывают перо но мне какие попадаются такие я и беру все в общем вот так ну и сейчас уже сделаем эту манипуляцию перед этим сейчас им кину соломки чтобы уже у них было чисто сухо и хорошо это свинка катается повторяюсь это не кабанчик ну и будем начинать я хочу у меня есть ролик такой знаете учебный поучительный как я провожу кастрация он такой маленький давний у меня на канале один из первых вы его можете сами найти написать кастрация поросят и ну типа название моего канала андрей новиков и вы сразу вылазит вам этот ролик мой которым я показываю как я кастрирую без помощи людей то есть самостоятельно и как бы и там все прям четко показываю youtube youtube у такой ролик не нравится на нем ограничение 18 плюс ну и как бы но это такой учебный ролик пусть будет у меня на канале и все а сейчас я буду делать это сам и почему я хочу это все заснять я не буду вам показывать так как ролик на канале есть но просто я часто вам говорю что это занимает кастрация одного поросенка менее минуты это так и есть дольше занимает время поймать поросенка под подвесить его в том ролике вы можете увидеть как я подвешиваю ну как бы манипуляции сейчас не буду показывать и и потом снять принести назад в загончик то есть кастрация занимает менее всего то есть это занимает буквально несколько секунд все у кабанчика уже ранки начали как бы стухать отек сходит но не у всех вот этот кастрирован у него уже все прошло а вот тот на котором катаются у него еще отечность как бы остается я вам об этом говорил что по по разному заживают ранки еще и от того какого возраста поросенок то есть чем крупнее поросенок тем ранка больше тем как бы вероятность там какого-то попадания туда соломки тоже больше поэтому все заживает на каждом животном индивидуально но вот как здесь было 30 33 или я или 31 остался я же продал было 33 осталось 31 должна должно быть 31 5 10 15 25 26 27 сколько тут ага вон еще маленький 28 29 короче 31 должно быть но если не ошибаюсь вот так все сейчас кидаем соломки и буду начинать ну и я так как времени не всегда не хватает еще на уток расчетать еще сейчас нужно посылочку на хочет отправить ну как бы спаковать пшеничка сеется дробленка дробится делаем все одновременно поросята кастрируется ролик снимается все делали я делаю одновременно сейчас еще салонки кистина вот так вот все закрываю и выгоняем ребят давай 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 все на выход часто не останет станет не хастрировано ни одного давай там Давай, давай. Ну, надо было с волшебную метлу взять. Ну! А, вообще-то с учебной можно было не угонять, потому что кабан. Свинья, кыш! Давай вам за... кыш! Ну! Ты точно! Ну да, ты кабан. Ты кто? А ну? Ты кто? Ну-ну-ну! Нет, назад не идем. Все выходим. Давай, все. Все так, все. Кыш! Так, ты мелкая свинья. Может, не выходи. Давай. Ты большой как... Ты кто? Ты кто? Куда в кучку? А ты кто? Назад. Назад. Может, ты кабан. Все. Так, то большой покастрирован, то маленькая точно свинья. Вот так. Все. Все. Сейчас я захожу сюда, ловлю, ловлю, ловлю. Попадается не кастрированный. Я выхожу из сарая, кастрирую и заношу. Быстренько. А ну давайте посчитаем, да? Посчитаем? Нет. Пять. Так. Пять. Десять. Пятнадцать. Двадцать. 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 Двадцать девять. А сколько я продал? Кто помнит, сколько у меня паросят? Напишите. Пять. Так. Там два. Пять. Короче, сейчас будем считать. Я не знаю, сколько тут паросят. Все хорошенькие. Ранки заживают. Но не все покострированы. Нужно с этим закончить. Так что вас ставлю обратно сюда. Да? Чтоб вы за всем наблюдали. А я буду работать. А ну. Вот. Кастрированный капанчик. Смотрите. Немножечко. Смотрите. А вот не кастрела, я его забиваю и пошел. Вот так. Вот так. А еще знаете, что хотел добавить? Вот я в прошлый раз кастрировал поросят в пупырке. И вот сейчас это вот изабеловый расцветки кабанчик, это пупыркин. И еще, и уже двух я кастрировал ее поросят. Что хочу сказать, не тот раз, не сейчас они не пискнули. Вот не знаю почему, но пупыркин и поросята в кастрацию переносят спокойно, тихо. Вот так мне нужно зерна досыпать. Все, зерна досыпал. Продолжаем. Большая свинюша. Маленькая свинюша. А вот, видите, какой манюсенький поросенчик. Это точно поросенчик ныкий. И не кастрирован, то есть семенники маленькие и незаметно. А сейчас пока стрем. И он кажется таким, знаете, худым посреди больших. Но он хорошенький такой, массивный, малый, так что все у него будет хорошо. И, соответственно, знаете, у него семенники маленькие. И разрезы сейчас будут по 4-5 миллиметров, прям манюсенькие. И, соответственно, у него нет. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот это вторая, вот одну маленькую я вам показал, и вот вторая. Это и то, и то, это поросятки-ныки, у нее их было много. Это тоже свинка, и тоже визуально казалось такой, которая хочет пропасть. Ну а так маленькая, но такая, знаете, живенькая. Все у нее будет хорошо. Ну я имею в виду выросли. Так, свинюшечка. Друзья, вы там считаете? Свинюшечка. Давай, давай, аккуратно. Так, кабанчик-ныки пошел кастрировать. Тного-неженки. Тного. Тного-неженки. Не ругаться. Не ругаться. Давай, иди, иди, все. Витя, а этот кричал, а пупылькины не орали. Рыженькая, это свинюшечка. Так, ты кабан, но ты кастрирован. Отлично. Опа. Это тоже кабанчик кастрирован. И так, вот опять черненькие литки не кастрировали. Вот так. Можно вот так чуть-чуть, да, чтобы вам, может, было видно, как я их сажаю обратно. Спасибо. 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 Вот так. Спасибо. 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 Попыткин поросеночек. Вот этот, видите? И что еще хочу сказать? Вот они постарше, чем поросят Анеке. И они, у них уже семенник большой. То есть такой уже, ну, как бы с придатком семенника. Вот сам семенник и придаток. По размеру где-то 7-7 сантиметров. Но при кастрации я все равно делаю маленький надрезик, маленький. Ну, вот на таких поросятах, где семеник уже подрос, где-то два сантиметра и выдавливаю его, чтобы ранка осталась маленькая. Семенник, кто мягкий, он вылазит, как бы выдавливается достаточно хорошо и ранка остается небольшая. Присыпал чуточку и все справился. Так нужно засыпать зерна. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И кастрировал. Все, короче, получается я закончил. С кастрациями в этом злобоне, все-все, девки заходим. Две девки и кастрированный канвальчик. Вы знаете, даже не могу сейчас сказать, сколько я пока строил. Пять или шесть? Непонятно. Что еще хочу сказать. Вот эта манипуляция, когда, получается, я их всех выгнал и, можно сказать, осмотрел каждого, потому что в руки брал каждого поросенка, то могу сказать, что, ну, не каждого вот этого маленького не брал в руки. Но он и визуально кругленький. Выглядит лучше, чем те два маленькие. И белого одного не брал. Получается, что визуально все поросятки выглядят хорошо. Они тут не поносят. Они, как бы, едят хорошо. Потому что, ну, я вижу по количеству съеденного корма, их-то много. И они пьют хорошо. Они выпивают около пяти ведер в день. Я стараюсь, ну, как бы, наливать. Ну, единственное время, когда у них нет воды, это утро. Потому что я утром прихожу, ночь длинная, за ночь выпивают. Но на ночь я ухожу. У них в кормушке, ну, можно сказать, в поилке, да, ее можно так назвать же, она всегда полная под завязку, а они уже все напились. Поэтому к утру нельзя сказать, что они прям там испытывают жажду. Сейчас, конечно, да. Получается, что утром вот эти два ведра, то есть около 20 литров, они не выпили. Только для того, чтобы они не были сейчас пузатые, как шарики. Потому что я всегда, мне, когда люди звонят, чтобы я пришел к ним, покастрировал, всегда говорю, пожалуйста, не кормите живот, ну, свиней. И сделайте так, чтобы подстилка не была опилками и было чисто. Я все вот повычищал, поподстилал и провел, ну, вот эту последнюю манипуляцию с ними. Все, знаете, те, которые покастрированы, они буквально уже к вечеру об этом забудут. Ну, если так подумать, то получается, что из четырех вот черненьких, посмотрите, никого нету такого прям, чтобы состояние было болезное. И они лежали. Вот черный, вон черный, вот черный и вот. То есть все спокойно себя ведут, потому что кастрация не болезная процедура. Проходит очень быстро. Им больше страшно, чем больно. Потому что, еще раз повторюсь, что делается небольшой разрез на коже. И из, как бы, ранок вот это все, что есть. Потому что семенечок, ну, семенной канатик, он тоненький. Его, как бы, иссякаем и все, всех все хорошо. Ну, получается, вот видите, немножечко расстроился. Но, думаю, что завтра, да, не завтра, сегодня будет все хорошо. Ну, водички, да, надо принести. А теперь мне часто, и вот вам хочу сказать, не часто, почти всегда спрашивают, когда, ну, после кастрации. Вот я покастрироваю кому-то поросят и спрашивают, когда можно кормить животного после кастрации. Сразу, то есть до кастрации не кормить, чтобы поросенок не был пузатым. Чем это страшно? Выпадением кишечника. Живот полный, поросенок кричит во время, да, кастрации. И еще, что немаловажно, у меня кастрация проходит в вертикальном положении. Что, как бы, как сказать, гравитация делает свое дело, и кишечник просто наверх не выходит. Я вам об этом говорил, а сейчас поросятки не пузатые, и поэтому они кишечника, ну, выпадение кишечника очень маловероятно. Если, конечно, бывает паховая грыжа, тогда, как быстро все дробится, нужно опять досыпать, да. Как, когда у поросенка паховая грыжа, тогда, конечно, я накладываю швы и делаю закрытым способом кастрацию. Ну, это совсем уже другая процедура, а сейчас все легко. А, нет, что-то зависло, посыпалось дальше. Мне часто спрашивали, типа, как научиться. Конечно, я сейчас вам не буду говорить, что, да, берите, делайте сами. Но те люди, которые не боятся делать, ну, вот эту процедуру морально, после того, как несколько раз посмотрят, как я делаю, зачастую делают сами. Ну, как бы, это экономия финансовая, потому что сейчас вырастить поросенка, цены на корма поднялись, поэтому, как бы, уже не та стоимость. Я думаю, раз цены поднялись, должно в скором времени и мясо пойти вверх, потому что, потому что цены на корма так хорошо поднялись. Все, сейчас пойду досыплю и водичкой принесу, а вы пока понаблюдайте. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, соблюдаем, чтобы ординацию не толкаемся. Я понимаю, как этот водички. Но, в порядке в очереди. Давай. Что, толстушка, боишься подходить, да? У тебя уже отзвенели бубенцы давным-давно. Что ты боишься? Иди, сможешь в первую очередь пить. Ждем, ждем. Всем хватит. Не толкаемся. Я сейчас налью еще, еще, еще. И у вас будет всегда полно. Давай, зайдем. А я стою специально, чтобы не толкали. Нет. Я через чурик пугаю. После того, как за другое... Вот так. Особенно тех, которых покастрировал, думает, ну тебя нафиг, да? Ну, вот так. Ну, и все. Теперь, что мне теперь остается с этими поросятами до завершения выращивания? Это проглистовать. То есть, здесь поросятки разных возрастов. Когда вот эти старшие были в отдельном загончике, я их один разочек глистовал. А теперь жду, когда самые маленькие, ну, как бы, визуально округлятся. И тогда подожду, чтобы кормушка у них была пустая. Намешаю, ну, размешаю, например, два ведра, да, комбикорма с объемом дробленки нужной... Ой, дробленки. А с объемом препарата, нужным по весу для всего поголовья. Ну, вот так визуально, знаете, как смотришь визуально и думаешь, так, в этом столько килограмм, быстро-быстро на листочке все написал, сплюсовал и по нужному весу добавил препарат. И все. Вот такие дела. Все. Сейчас я иду паковать посылочку. Потом смотаемся еще на поле. Потом пойду на том дворе чистить. И нужно перегнать булочку. Она не сидит с кабаном, она сидит в соседнем загоне. Свадьба прошла хорошо. Нужно ее вернуть сюда в загон. Ну, вот так. Получается, что осталась одна негуляная только хавронья. Ну, еще раз повторюсь, если в течение недели не погуляет, ну, значит, уберу одну свинку. А пять, пять, получается, у меня останется, да? Вот так. Все, друзья. Всем большое... Ой, как рукой махнул попыль на этой. Всем большое спасибо за просмотр. Всем хорошего дня. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok